День за днём Наших подразделений на регулярной основе Оборудование готовится и направляется в части Согласно запросу самих военных Благодаря таким вещам мы начинаем побеждать Видим, помогаем парням Вам огромное спасибо За помощь оказываем Вместе мы сила Напомним, на днях тюменское подразделение Ермак Также получило из родного региона Очередную партию дополнительного оборудования Металлоискатели для разминирования И очистки территории от взрывоопасных предметов Четыре максимальных результата Принесли в копилку Тобольской Итоги единого государственного экзамена Выпускница школы номер 9 Арина Поступинская получила 100 баллов По русскому языку Для девушки это стало приятным удивлением Хотя она и рассчитывала на успех Вместе с педагогом Натальей Вороновой Как сдать ЕГЭ на все 100 Узнали наши корреспонденты Пойду схожу за счастьем На базар А после в супермаркет За удачей И что с того, что это не товар Я попрошу еще любви на сдачу Кажется, в корзинке Арины Поступинской Эти нужные вещи уже есть Там же ум, талант и прилежание Без которого вряд ли можно добиться Высоких результатов в учебе Учиться не только Последний год, конечно, очень важно Вот эти два года прям нарабатывать Мне кажется, нужно, чтобы это было интересно И что сначала самого учиться И тогда будет легко Русский язык девушке всегда был интересен В этом году она стала победителем Городских олимпиад по русскому и литературе Впрочем, интересы ее разнообразны Взгляд на мир через призму такой науки, как химия Тоже увлекателен Золотой медалистке в школьном курсе Интересны многие предметы Но и она, и ее педагог Наталья Аркадьевна Были уверены, что отметку в 90 баллов Арина преодолеет Я не скажу, что у меня есть какие-то особые секреты Мне кажется, я готовлю всех одинаково Просто, наверное, дети Усердие детей Здесь очень многое зависит от усердия детей И от желания Потому что мы сейчас как-то вот это старинное слово Усердие забыли А оно здесь необходимо Педагогический стаж Натальи Вороновой 39 лет Из них в девятой школе больше 20 Русский язык – предмет объемности Здесь важно еще с пятого класса Увлечь учеников, заложить базу И, конечно, помогает знание правил и тренировка А вот чтобы написать хорошее сочинение Нужно больше читать Причем классической литературы С трудом сочинение дается гораздо труднее Они свои мысли формулировать красиво, правильно не могут Потому что перед собой у них нет Все-таки вот такого опыта, начитанности Вот я не скажу, что дети сейчас современные не читают Просто они читают короткие рассказы Вот все, что в интернете есть Арине удавалось отличную учебу совмещать С разносторонней активной деятельностью Театральные и хореографические кружки Художественное слово Победа на конкурсе чтецов в этом году Еще и зооволонтерство Теперь перед одаренной девушкой выбор дальнейшего пути Я двигалась в технической направленности Химию, математику Но вот в последнее время я что-то там У меня поменялось Я решила попробовать себя в творческой профессии Потому что думаю, если не сейчас То у меня потом времени будет не хватать Я хочу рискнуть А золотая медаль и 100 баллов за ЕГЭ Станут хорошим входным билетом В любом учебном заведении Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Тобольское время В Тобольске сделают остановку Участники речной экспедиции Открываем Сибирь заново Проект разработали и реализуют Правительство Омской области Совместно с Омским региональным отделением Русского географического общества Эта историко-просветительская экспедиция Приурочена к 450-летию Издания указа Ивана IV О закреплении за Россией Восточных склонов Уральских гор И о начале присоединения Сибири Маршрут экспедиции, стартовавший в Омске Пролегает по рекам Иртыш и Обь Обской и Тазовской губе Реке Таз Вплоть до городища Мангазея Приширтовавшись в Тобольске Экипаж яхты пообщается с жителями города Организует встречи Историко-просветительской направленности При общении молодежи К истории родного края Основная задача проекта Открываем Сибирь заново Образовательные организации Тобольска Готовятся к новому учебному году Кровли, освещения, пожарные сигнализации В День знаний встретить школьников И дошколят планируют в обновленных стенах Подробности в сюжете В новом учебном году 17-я школа с первых ступенек Встретит ребят обновленной Здесь капитально ремонтируют Центральную входную группу Строители уже провели демонтажные работы Выполнено свайное поле Будет залиты новые лестничные марши В рамках улучшения доступности Мы поставим подъемник Для людей с ограниченными возможностями Также у нас здесь выполняется Интересный проект освещения Центральной входной группы Ну и все облицовывается гранитом Будет применяться гранит на ступеньки И керамогранит на фасад Ну, очень красиво получится Есть некоторые нюансы по проекту Сложности, но мы все справляемся То есть нам образование помогает Администрация помогает Конечно, пройдет и косметический ремонт В стенах школы А еще на третьем этаже Появится новый стенд Посвященный истории города В прошлом году у нас был сделан Автоматическая пожарная сигнализация Цокольного этажа и первого этажа В этом году идет монтаж АПС второго и третьего этажа И подключение к общему центральному щитку Стараемся содержать все В надлежащем порядке Обновлять наши зоны Конечно, ждем детей Школа без детей Это скучно К новому учебному году Готовятся все Общеобразовательные организации Ремонт центральных входных групп Также проходит в 7, 9, 20, 12 школах А в 14, кроме того Обновят кровлю Как и в 40 детском саду Наружное освещение детских садов Отмостки, ремонт цоколя Ну и так далее Освещение 10 детских садов У нас выполняется в этом сезоне Пять из них уже сданы Всего на подготовку детских садов И школ города К новому учебному году Из бюджета Тобольска Выделено около 248 миллионов рублей Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров Тобольское время В Тобольске на базе городской поликлиники Открыли эндоскопический кабинет Здесь будут проходить обследования Тоболики и жители Тобольского района С целью раннего выявления Онкологических заболеваний Органов пищеварения Два врача прошли подготовку в Тюмени И теперь проводят ежедневно До 15 исследований Много хронических заболеваний Со стороны желудочно-кишечного тракта Много людей На диспансерном учете И любой вид обследования Касаемо МФГДС Это неотъемлемая часть Первичное обследование Которое пациенты должны проходить Заболевания органов пищеварения Лидируют в структуре заболеваемости Злокачественными новообразованиями Прежде местные жители Проходили гастроскопию В корпусе областной больницы Номер 3 Расположенном в 3-м Бэй микрорайоне Благодаря созданию Еще одного места приема Количество эндоскопических исследований Увеличится 106 лет назад В ночь на 17 июля 1918 года По приказу большевиков В Екатеринбурге расстреляли царскую семью Вместе с придворным врачом и слугами В Тобольске В доме, где Николай II с супругой и детьми Провел последние дни счастливой жизни Сегодня много туристов со всей страны Музей семьи Романовых Один из самых посещаемых в городе В этом убедилась Ольга Куричко После отречения и домашнего ареста В царском селе Летом 1917 года Временное правительство Отправило семью Николая II в Тобольск Как прошли здесь Ее последние дни мирной жизни Рассказывают эти уникальные Исторические документы и фотографии Вглядываясь в них Хочется понять Почему произошло то, что изменило Не только судьбу венциносного семейства Но и России Недавно нашли информацию Что когда император Это было в Петербурге Узнал о том, что временное правительство власть Он написал телеграмму Который говорил, что мы согласны Что императором становится Алексей Но под регенством Михаила То есть они изначально уступали против Чтобы Алексей становился императором А когда риск монархии появился Решение пересмотрели Эту телеграмму Офицеры и генералы не передали новой власти Ответа император так и не дождался То, что произошло в доме инженера Ипатьева В Екатеринбурге Знает весь мир Сегодня в доступе есть записи голосов этих убийц Они с такой легкостью об этом говорят Что мы спустили в подвал Выстроили Все целились в царя Потому что убить царя было важно И через сто с лишним лет После совершенного злодеяния Люди хотят понять Зачем? Почему? Хотя он оттрекся от престола Зачем это надо было делать? Убивать всю семью Красивая семья Верующая семья Хорошая семья Российская, русская По приказу большевиков Вместе с семьей царя В ту злополучную ночь 17 июля Были убиты горничная Анна Демидова Повар Иван Харитонов Камергинер Алексей Труп На фотографии, кстати, он выглядит очень молодо На деле ему уже было за 70 Он такой взрослый мужчина И с царской семьей И также остался до последнего конца Евгений Сергеевич Боткин Лечащий врач Александры Федоровны Удивительная личность Он участвовал в русско-японской войне У него была своя семья Были дети Но он даже в Екатеринбург за ним отправился Быть может, для спасения России Нужна искупительная жертва Я буду этой жертвой Да будет воля Божья Говорил Николай II В 1909 году Премьер-министру Петру Столыпину Он столько реформ производил Что там списки отчитал А взяли, они его расстреляли Это зависть К лику святых Русская православная церковь Причислила последнего российского императора Николая II и его семью Императрицу Александру Федоровну Сына Алексея Дочерей Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию В храмах Тобольской страны Сегодня молились о них Ольга Куричко, Михаил Куричко Тобольское время Серый ищет дом Тобольским ветеринарам пришлось Оказывать помощь уникальному пациенту Травмированного зайчонка Обнаружили в одном из дачных кооперативов И привезли в клинику Малыш был уже голоден Слаб и мог погибнуть Подробности расскажет Анастасия Плюснина Этот любитель морковки Попал в клинику не случайно Зайчонка к ветеринарам привез мужчина Он обнаружил серого, попавшего в капкан Врачи сделали все, что от них зависит Но лапку сохранить не удалось Он попал в капкан И это Я ему ампутировала лапочку И вот сейчас он живет Кушает морковку Приносите нам морковку Ну он такой вот Еще вредный Вот Просто вот он Но нет лапочки Как он будет в природе жить? Как? Ну никак Теперь зайчонку с инвалидностью Ищут дом Скоро он вырастет И в эту клетку просто перестанет помещаться Ветеринары надеются Что найдутся добрые люди Готовые содержать его В условиях приближенных к привычной среде С возможностью свободно двигаться Приручить лесное животное, конечно, очень сложно А иногда и невозможно А вот лечить нередко приходится В ветклиники попадают птицы, еноты, лисы Если дикие пациенты способны выжить в природе Их после всех процедур отпускают на волю Однако не всем это доступно Например, собаки и кошки чаще всего совсем не приспособлены к улице Этого кота хозяева привезли, чтобы поставить на ноги Но в итоге решили, что это слишком дорого и хлопотно У него была сломана лапка И владельцы отказались его лечить Потому что лечение было достаточно дорогостоящим Принесли усыплять Ну, нам его стало жалко Мы его прооперировали Он полностью становится уже на лапку У него есть шанс жить здоровой, полноценной жизнью Зачем его этого? Лишать его этого? Коту около трех лет, скоро он будет полностью здоров А этого малыша нашли брошенным на улице У него были проблемы с кишечником Врачи ему помогли Вот только в клетке этим пушистым совсем не место То есть он постоянно показывает свой характер Мяукает, кричит Все пеленки переворачивает Ему примерно месяца два Вот, сейчас он полностью здоров Тоже проглистогонен Обработан Ищет владельца У волонтеров города на передержках уже заняты все места Теперь в ветклинике переполнено кошачье общежитие Специалисты напоминают Бросая четвероногого на улице Человек практически обрекает его на погибель Животные, даже дикие, бывают беззащитны Ну а домашним, естественно, нужен дом Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров Тобольское время Далее прогноз погоды Смотрите нас и в телевизионном эфире И в социальных сетях И подписывайтесь на наш телеграм-канал QR-код для перехода сейчас на вашем экране Будьте всегда в курсе всех событий И до встречи В Тобольске небольшой дождь Утром плюс 19, днем 21, ночью 17 градусов Ветер северный 3 метра в секунду Редактор субтитров А.Семкин